Всем привет! Сегодня хочу показать гладиолус. У меня на канале несколько роликов про гладиолусы. Когда я их доставала, чем обрабатывала, когда высаживала и как подвязывала. И сегодня хочу вам показать эту красоту. Посмотрите, какие красивые. Некоторые я уже срезала, они уже отсвели. Сегодня 3 августа. Обычно детки в школу с гладиолусами, но в этом году, я чувствую, пойдут с гортензией в школу, как в том году. Это другая грядка. У меня их в этом году 3 такие небольшие грядочки. Это третья. Подвязка держит гладиолусы хорошо. Все они стоят ровненько. Смотрите, какие красивые цвета. Этот желтый гофрированный. Этот тоже гофрированный. Смотрите, какой шикарный цвет. Этот тоже. Очень красивые гладиолусы. Очень нежный розовый цвет. И пчелке нравится. Смотрите, все в пчелах. Красавцы. А на этой гряде у меня высажены детки гладиолусов. С этой стороны, начиная с больших размеров видео. Ссылку на видео я оставлю в описании. А дальше идут помельче. Все и помельче у меня были высажены. Посмотрите, цветы у деток не отличаются по размеру от нормальных луковиц, которые высажены были. Но этот у меня падал грязный. Вид портит. Но он еще красивый, поэтому я его не убираю. И до конца лета они у меня успеют практически все зацвести. Посмотрите, набирают бутоны. Вот эти здесь вообще маленькие были высажены детки. И они также набирают бутоны. Так что, когда будете выкапывать гладиолусы, не спешите выбрасывать деток. Обязательно их посадите. И они на следующий год порадуют вас цветением. Еще хочу отметить, в этом году первый раз, первый год посадила, ну как это считается, бергамот. Но это не бергамот, это монарда. И вот она у меня зацвела. Интересный такой цветочек. Не знаю, однолетнее это растение или многолетнее. Пишут однолетнее. В интернете говорят, что оно растет много лет. Поэтому на следующий год посмотрим. Олялде олзида. Уралзида